Т-34 возле завода управления КМК. Это, пожалуй, один из самых многострадальных символов Новогузнецка. За всю свою историю этот танк участвовал в сражениях Великой Отечественной войны. Несколько раз горел в бою и снимался в кино. Есть также легенда о том, что как только его установили на постамент, он поворачивал по ночам башню и целился дулом в окна директора КМК. Конечно, потом ее заварили, и такого больше не происходит. Сегодня этот танк остается символом героизма и мужества советского человека в бою, а также стойкости и самоотдачи в тылу. Но 30 тысяч новокузнечан при словах Т-34 представляют себе не это, а вот это. Моего Т-34 взорвали. В этот день подобная судьба постигла многих спортсменов. Таких массовых танковых сражений Новокузнецк не видел никогда в жизни. Хоть и одевал свою броню практически половину советской бронетехники периода Второй мировой. Но ни сам город, ни окрестности в результате боев не пострадали. Фактически поле боя уместил в стенах Дворца культуры алюмининчик. Ну, во-первых, компания «Гудлайн» уже более пяти лет проводит этот турнир. И это вполне логично, мы растем. Если там первые турниры собирали 200-300 человек, то теперь больше тысячи – это уже для нас стандарт. Вот, естественно, было желание пригласить разработчиков, пожалуй, самой популярной игры World of Tanks, чтобы зрителям было интереснее, чтобы они могли позадавать вопросы. «Гудлайн Опен» – самый крупный турнир по киберспорту в Кузбассе. Носит он сезонный характер. Зимой свои места за компьютерами занимают кемеровчане. А вот осенью на что гораздо показывают уже жители южной столицы региона. На счету Новокузнецка – это второй турнир. Но он и стал самым большим в истории области. Одним из секретов успеха стало присутствие на полях сражений и тех, кто эти поля создает. Помимо того, что наш проект представляет из себя игру, это еще своеобразный танковый музей, где каждый человек может посмотреть на ту технику, которая принимала участие в боях в действительности, та, которая была создана, и в том числе те танки, которые дальше в бумаге и никуда не двигались. То есть их невозможно посмотреть ни в одном музее по всему миру, но в нашей игре это можно сделать. В общем, тут вам и игра, и история. Кстати, не танками едиными были сыты игроки. Полный набор современных игр, в которых можно было хоть и не показывать свою собственную прыть, но заставить прыгать от бессилия соперника на радость зрителям, которых собралось немало. Все-таки киберспорт – самый массовый спорт. Хоть и мышечную массу не растит, но зато так или иначе занимаются им все, у кого есть доступ к персональному компьютеру. Артем Казак, Александр Архипенко, Константин Алехин. Новости моего города.